Уже ровно год многие геймеры не могут купить себе новые видеокарты за адекватные деньги. Ходят слухи о новом поколении Nvidia RTX 4000, которые должны быть чуть ли не вдвое быстрее и дороже. Но достанутся ли они игрокам, если даже сейчас стоимость среднеуровневой карточки доходит до цены квартиры в Воркуте? Нас продолжают кормить завтраками и обещать, что дефицит скоро закончится. Как мы и говорили в одном из предыдущих видео об эпохе майнинга, видеокарт по рекомендованным ценам мы не увидим. Агент-директор Intel обещает, что все закончится лишь в 2023 году. Дефицит дошел даже до конденсаторов, которые есть в любой электронике. А вот крупнейший производитель чипов TSMC утверждает, что дефицит и вовсе искусственный. Дело это не меняет, ждать больше нет смысла. И в ближайший год компьютерная техника точно будет дорогой. И вполне возможно продолжит расти в цене. На связи МК. Сегодня расскажем, как поиграть в современные игры и при этом не отдать последнюю почку. Ну или по крайней мере, как сэкономить деньги, чтобы имплантировать ее потом назад. Поехали. К игровым ноутбукам отношение в интернете всегда было двояким. Кто-то давно их использует и считает удобными решениями для игр в любом месте, где есть розетка. А кто-то наоборот говорит, что игровые лэптопы это оксюмарон. И такие устройства сильно греются и серьезно проигрывают ПК по производительности при высокой стоимости. На деле, как это обычно бывает, правда где-то посередине. Хотя нет, все же ближе к первым. Да, 10 лет назад, когда игровые ноутбуки только начинали покорять рынок, это были достаточно неуклюжие устройства с ворохом детских проблем. Но около 5 лет назад Nvidia перестала разделять мобильные и десктопные видеокарты, и заиметь мощную GTX 1080 стало возможным и в ноутбуке. Разумеется, десктопные видеокарты все еще быстрее, но нередко разница между ними и мобильными решениями всего 10-15%. Правда, с текущим поколением видеокарт все несколько хуже, потому что запихнуть 320-ваттную RTX 3080 в ноутбук не получится, но все еще мобильная версия такой карточки вполне может находиться на уровне флагмана предыдущего поколения. И такую производительность язык не поворачивается назвать низкой. Это же касается и процессоров. Многие уже заметили, что Intel именно в мобильном сегменте уже пару лет развивает свои 10-нанометровые решения, тогда как десктопные камни до сих пор используют устаревший 14-нанометровый техпроцесс. Все это отлично показывает, что ветер сменил направление, и мобильный рынок для техногигантов стал как минимум таким же важным, как и десктопный. Ну и под конец нужно понимать, что производители игровых ноутбуков на месте тоже не стояли. Появились эффективные крутиляторы и испарительные камеры. Некоторые производители стали использовать жидкий металл вместо термопасты. Появилось и множество программных улучшений, чтобы максимально приблизить лэптопы по производительности к ПК. Например, современные ноутбуки могут использовать общий теплопакет для CPU и GPU с возможностью гибко его распределять, что может поднять FPS в играх вплоть до 10%. Короче, современные игровые лэптопы сложно назвать слабыми. Уверен, у большинства комментаторов, ругающих ноутбуки, стоит Core 2 Duo или какой-нибудь FX. И раз современные ноуты могут быть быстрыми, этим нужно воспользоваться. Посудите сами, сейчас на рынке сложилась просто уникальная ситуация. Ноутбук с RTX 3060 можно купить не намного дороже одной такой десктопной видеокарты. Все потому, что современным криптоинвесторам на ноутбуках не очень удобно майнить. Их сложнее потом чинить и обслуживать, и они все еще сильнее греются. А из-за растущего курса битка эта ситуация может стать совсем комичной, и ноут с 3060 будет стоить дешевле отдельной видеокарты. Майнеры берут лэптопы неохотно, и цены на них хоть и выше рекомендованных, но совсем незначительны. И при желании можно найти ноутбук с шестиядерным процессором Intel или AMD и мобильной RTX 3060 до 100 тысяч рублей. Также стоит отметить, что если теплопакеты десктопных видеокарт различаются достаточно слабо, и, например, у полноценной RTX 3060 он составляет не менее 170 Вт, то мобильная 3060 в самом лучшем случае имеет теплопакет в 130 Вт, тогда как минимум обозначен на уровне всего 60 Вт. Зато у мобильной CUDA ядер чуть больше, но вот по памяти все скромнее. 6 гигабайт GDDR6 против 12 у десктопной версии. Иными словами, мобильная и десктопная RTX 3060 достаточно сильно отличаются, и это касается всей линейки Ампер. Более того, различаются по производительности и мобильные версии, так как в разных лэптопах они могут иметь разный теплопакет. Поэтому важно смотреть тесты именно интересующего вас ноутбука. Подробно мы рассказывали об этом в ролике «Выбираем ноутбук правильно». К примеру, если мы берем ноутбук со среднеуровневой 90-ваттной мобильной 3060, она будет выступать на уровне десктопной 2060. Иными словами, большая часть современных игр отлично пойдет в Full HD с высокими и ультра настройками графики. При желании можно будет побаловать себя и трассировкой лучей, включив при этом сглаживание DLSS. Все равно грехи последней на 15-17-дюймовом экране почти не будут видны. Если вам нужна производительность выше и вы немножко богат, можно посмотреть в сторону ноутбуков с RTX 3070 и даже 3080. Последняя может иметь теплопакет до 165 Вт и уступать быстрее десктопной RTX 2080. По традиции и для вашего удобства все ноуты мы собрали в одну корзину на Е-каталог. Там будут и модели на 3050 и варианты с 3060, а для самых успешных с RTX 3070. Ссылка на список ноутбуков будет в описании под роликом. Изучите цены и даже если вы не будете ничего брать, вы поддержите канал. Едем дальше. Окей, вариант с покупкой игрового лэптопа хорош, если вы готовы потратить на развлечения сотню тысяч рублей, а то и больше. Но что делать, если ваш бюджет меньше в 2, а то и 3 раза? Выход? Консоль. К счастью, на текущих PlayStation 5 и Xbox Series майнить пока не научились, поэтому консоли продаются по более адекватным ценам, хотя и присутствует наценка из-за дефицита. Причем порог вхождения тут достаточно низкий. Xbox Series S, который неплохо тянет игры в Full HD и даже 2K, можно найти за 30 тысяч рублей. И тут многие скажут, да, консоли стоят дешево, но ведь они не взломаны и на игры придется тратить полный прайс. Во-первых, что на PlayStation, что на Xbox есть свои достаточно недорогие подписки, которые дадут вам доступ к множеству игр. Во-вторых, как и в Steam или Epic Games, в консольных магазинах также бывают распродажи. В-третьих, нередко можно найти на Авито дисковую версию игры с хорошей скидкой, короче говоря, заполучить консольные игры за адекватные деньги в современном мире можно, хотя и стоит отметить, что на релизе стоимость некоторых тайтлов доходит до пугающих 5-8 тысяч рублей. И еще одна проблема у ПК Бояр с консолями — это геймпад. У меня, например, она есть. Это адское устройство легко выведет новичка из себя в любом шутере. И пройдет немало времени, пока настоящий ПК-геймер привыкнет к такому девайсу. Хорошая новость состоит в том, что привыкать не обязательно. Что Sony, что Microsoft в текущем поколении не мешают подключать мышь и клавиатуру к консолям. И уже есть десятки игр, которые поддерживают их нативно, такие как Fortnite или линейка Call of Duty. Для всех других игр есть специальные донглы. Их смысл в том, чтобы переводить ваше нажатие на клавиатуру или движение мыши в нажатие на кнопки геймпада или отклонение стика. Окей, что делать, если вы настоящий ПК-боярин и не хотите переходить на какие-то там игровые лэптопы или консоли. Что ж, есть выход. Примкнуть к темной стороне силы и стать домашним майнером. Посудите сами. Майнеры сейчас берут видеокарты, потому что срок их окупаемости составляет всего около года. Причем уже давно стало понятно, что майнинг многих популярных криптовалют, таких как Эфир или Эрго, достаточно щадяще относится к видеокарте. И нередко происходит при половинном теплопакете. В таких условиях шанс того, что драгоценная карточка сгорит за год, очень низкий. К тому же гарантию никто не отменял. Поэтому вполне логичным выглядит покупка современной видеокарты за неадекватный прайс и отбивание вложенных денег майнингом. И да, его можно выключать на несколько часов в день ради игр или работы, или вообще включать только на ночь. К тому же, вопреки расхожему мнению, есть множество программ, таких как Найс Хэш или Криптекс, которые позволяют буквально начать делать деньги одним кликом. Конечно, мы не рекомендуем так поступать и советуем внимательно изучить тему. И в этом вам поможет наш ролик «6 мифов о домашнем майнинге». Все ссылки будут в описании. Ладно, пора выкатить тяжелую артиллерию. Что делать, если вы копили 20 тысяч рублей на GTX 1660 пару лет, а теперь видите ее ценник в 40 тысяч? Есть вариант поиграть и без видеокарты. Речь идет про так называемый «облачный гейминг» и один из самых популярных сервисов называется GeForce Now. Серверы есть и в центральной части России, и на Урале, так что проблем с пингом быть не должно. И при этом всего за тысячу рублей в месяц вы получите возможность поиграть в практически все игры последних пяти лет на максимальных настройках графики с FPS близким к 60 и даже включенной трассировкой лучей. От вас требуется более-менее стабильный интернет со скоростью хотя бы в 10 мегабит в секунду и устройство, способное воспроизводить видео в Full HD. Согласитесь, требования достаточно смешные. Под них попадает даже современный смартфон. Из минусов, все же качество картинки будет хуже нативного, да и задержка временами может ощущаться. Из плюсов цена, где вы еще сможете поиграть за 10 тысяч рублей в год. Хотя, надо отметить, запустить релиз Торрент Эдишн не получится. Только лицензионные игры из Steam или Epic Games. История портативных консолей начинается еще в прошлом веке. Многие помнят такие приставки, как Game Boy или PSP. Помню, будучи еще курсантом, военного института купил себе ее в кредит, чтобы играть с товарищами на самоподготовке после пар. Сейчас очень популярна Nintendo Switch. Но у них есть один минус. Закрытая операционная система, на которой сложновато запустить что-то, кроме специально портированных под нее игр. И теперь это проблема в прошлом. Дело в том, что в последние несколько лет стали развиваться портативные консоли на Windows. И в этом действительно есть смысл. Современные четырехъядерные мобильные процессоры от Intel и AMD отлично обходятся 15-ваттными теплопакетами, что позволяет поместить их в компактные устройства. К тому же интегрированная графика типа Iris или Vega уже достаточно производительна, чтобы вытянуть многие хиты современности и прошлых лет. В итоге такие портативные консоли от GPD или будущее решение от Valve Steam Deck может стать отдушиной для нетребовательных мобильных геймеров. Такие портативки без проблем переваривают Doom или Ведьмак 3 в HD разрешении на далеко не самых низких настройках графики. Так как они работают на Windows, вы не ограничены каким-то одним магазином игр. Любите японские файтинги? Ставьте их из интернета. Предпочитаете пиратить? Скачайте торрент с игрой и установить последнюю проблемой не будет. Единственный серьезный минус таких решений на текущий момент это ценник. Да, майнерам портативные консоли совершенно не интересны, но дефицит комплектующих никто не отменял, как и переплату за портативность. В итоге реальные цены на такие консоли стартуют от 50 тысяч рублей за простые версии и легко могут дойти до 100 тысяч за топовый GPD Win 3. Да, по сути это ценник за полноценную консоль или игровой ноутбук, но все еще ниша портативок и не думает исчезать, а с учетом решения от Valve вообще приобрела второе дыхание. Да, ребят, я знаю, цены сейчас бешеные, причем на все. Те, кто ходят в продуктовый магазин, думаю, меня поймут. Мобильные телефоны под сотку, самая бичевая лада больше миллиона. Причем все это результат не только пандемии, дефицита, в целом наши люди стали беднее, а курс доллара и не думает опускаться ниже 70. Проблема с доступностью железа не только у геймеров, но и ребят, занимающихся расчетами, рендерингом, работой с графикой, видео. Если вам нужны варианты подешевле, можете посмотреть прошлые наши выпуски про недорогие ноутбуки от 30 до 80 тысяч и сборки ПК, а про интегрированную графику, которую я не стал упоминать в этом ролике, мы сделали целый выпуск, он актуален, поэтому переходите, смотрите. Но не будем унывать, всем сейчас тяжело, будем надеяться на лучшее. В описании ссылочки на подборки ноутов из видео, а также ссылка на наше сообщество ВКонтакте, где мы публикуем самые интересные и важные IT-новости для вас. Меня зовут Михаил Крошин, на связи был мой компьютер, еще увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok